Всем привет! Я хочу сегодня похвалиться порошку, какой мы купили со скидкой. Мы ездили в субботу в магазин Лента и мы купили порошок Ушастый нянь. У нас детей маленьких нет, но мне этот порошок понравился. Я его брала в нашем магазине в сельском. И, значит, вот эта пачка, 4,5 килограмма, этот пакет, он стоит, значит, со скидкой 291 рубль 4 копейки. Вот. В общем, и за две пачки, вот чек. Это я очень много прибавила. Вот чек, и, в общем, и за две пачки отдали 582 рубля. Вот. И, в общем, и у нас тут мы ещё чай взяли, ещё средства, значит, для стирки взяли. И у нас вот ваша скидка по карте, в общем, вышла 2176 рублей. Вот. И, в общем, я решила похвалиться, ну, хотела похвалиться. В общем, вот мы взяли два пакета. У нас теперь 9 килограмм, стирай не хочу. Ещё мы взяли вот такое средство для стирки. Взяли вот ласку. Там ещё было чёрное. Ну, для тёмного, для чёрных вещей. Ну, мы не стали это брать. Я решила вот эту взять. Вот. И, в общем, мы ещё там взяли вот такой крем для душа. Мы нюхали вот запахи. Нам понравился гранат. И понравился ваниль. Вот. Ванилью мы уже пользуемся. Пахнет очень приятно. В общем, мыться очень приятно. В общем, мы взяли вот таких два геля для душа. Ещё мы взяли вот такой вот этот шампунь. Мне он очень нравится. Вот он уходит. Его очень мало уходит. Он белый там внутри. Его очень мало. Хоть пахнет очень хорошо. Мне нравится. Вот. И, в общем, чтобы голову помыть, не надо много шампуня влить в ладошку и мыться. В общем, хватает немножко прям вот капелюшечку в ладошку. Как выдавливаешь и моешь, и промываешь. И там, прям, мне кажется, там, потому что бальзам, мне кажется, прям там в шампуне. И мне очень нравится. Потому что не надо после вот этой шампуни голову промывать бальзамом. Вот. И намазывать бальзамом, промывать потом очень, в общем, хорошее шампуни. Мне очень нравится. Мне понравилась эта шампуня. В общем, мы уже постоянно вот берём только её. Вот. И, в общем, бальзамом я не пользуюсь. Мне нравится. Ещё мы купили вот такой чай. Чай чёрный. Целонский. Пакетиков. Чай неплохой. Столп пакетиков здесь. Вот. Мы пьём. Вот когда неохота заваривать чай, мы пьём чай. Вот такие вот пакетики хорошие. Ещё мы взяли вот такой чай. То есть... Вот. В общем, вот так вот. И сладкого вот мы купили, значит, кунафа, сладости Востока. Решили попробовать. Мы никогда не брали. Но он очень жирный. Вот этот... Как я даже не знаю, как его назвать. Ну, тут какие-то гнёздышки вот с этим... Там вот с орешками. Здесь семечки вон есть. В общем... Ну, в общем, очень жирное. Я не знаю, они его жарили в масле или чё. Ну, в общем, вот что-то плохо кушать всё у нас. Ещё мы взяли чак-чак. Вот это у нас что осталось? Потому что мы ездили в субботу. Мы уже почти всё съели. Здесь были вот такие шарики. Вот тут вот полшарика осталось. Мы брали две коробочки. Вот. Вот. Дочь тут отрезала, кушала утром. Вот так вот. Ну, ничего так. Можно кушать. Ещё мы брали сухарики. Сухарики мы съели. И вот эти мини-круассаны. Вот круассаны, они какие-то несвежие и не очень-то вкусные. В общем, тоже вот у нас лежит. Ну, так вот её кушается по одной. Но они очень не понравились нам. Вот. В общем, ну, чё мы ещё купили? Чё купили, уже, наверное, съели. Вот. Ещё мы купили фэри. Вот такую большую бутылку. Это тоже мы в этот раз брали в ленте. Купили дочери вот такие тёплые носочки. Носочки очень хорошие, тёпленькие. Эта доча взяла себе две пары вот такие вот коротенькие. А я себе взяла вот такие длинные носки. Там, по-моему, ангора присутствует. И они очень тёпленькие. Я уже их ношу. Одни у меня розовые, одни вот голубенькие взяла. Вот. И, в общем, мы купили ещё дешёвенькие тапочки по 100 рублей. Такие вот, которые уже у меня отклеились. Я уже их заклеила. Мы взяли дочери себе и ещё одну пару больших взяли мужчинам. Вот. В общем, ещё мы купили молоко. Мы купили вот такое молоко. Оно продавалось по 30 рублей. Окей. Вот. По-моему, 30 или 40. Нет, 30. 29 и 9. Вот. Мы там, значит, можно было брать, в общем, по такой цене 12 пачек за раз. Но нам тяжело тащить сюда в деревню. И мы взяли всего 5 пачек. Вот эта пачка у нас последняя. Мы уже всё выпили. Вот. И, в общем, вот такие вот покупочки мы сделали с дочерью. Ездили в субботу. Всем-всем привет. Я вот занимаюсь декупажем. Я вчера заготовочку свою загрунтовала. Покрыла грунтовкой. У меня высохла ночь, простояла. А сейчас вот я крашу вот такой вот акриловой краской матовой. Вот я покрываю вот белой. Я купила салфеточки. У меня салфеточки там в комнате. Потом мы покажем. Вот я покрываю акриловой краской. Вот. Вот покрою, высушу. Потом посмотрю. Может быть уже сразу начну салфеточку клеить. Или второй раз. Мне кажется, надо эта салфеточка будет покрасить. Ой, приклеить салфеточку. Посмотрим. Вот так вот. Хорошо. Вот. Ай, мороженку ем. Ай, мороженку ем. Да, я тоже хочу. Сильно заморожено? А-а. Надо было показать. Ну-ка, покажи. Мороженку. Обычный пломбир. Я сейчас покушаю. Ай, покушай. Покрашу, тоже покушаю. Пиратик вон там стоит. Я не знаю, какой-то бока. Это может быть что-то подставить вот так, чтобы покрасить. Нет, вот так на бок перевернёшь. Одну сторону покрасишь, потом другую покрасишь. Я вот эту подставку поставлю. И буду. Ой, извиняюсь. Вот так покрашу. Угу. Потом салфеточки. Не знаю, посмотрю там как. У тебя вот здесь сейчас потечёт. Посмотрю, как она закрасит. Сразу салфеточки клеить. Или ещё раз прокрасить. Как ты думаешь? Да сразу можно. Потом я хочу там в салфеточках есть такие синий и зелёный свет. Я подумала, может быть, смешать вот так маленькой кисточкой, тоненько вот так вот пройти по краям. Везде, чтобы красиво было сделать. Чтобы одна тонна не была. Не знаю, смотри сама. Я в этом не разбираюсь. Ничего себе, никто не разбираетесь. Вот здесь на крыше тоже смотри сколько краски. Что-то ты такая интересная. Покрасила там, перевернула и поставила. Теперь подоконник будет крашеный. Ничего не будет, она быстро сохнет. Она сохнет быстро. Просто, чтобы мне подоконник не измазать краской. Надо будет его покрасить. И дверь. Сейчас красть будем будет. Летом надо было красить. Я хотела в этом году покрасить. Мне что-то никто ничего не говорит. Красить, не красить. Потом подумала, может быть, там ремонта много. И можно на следующий год всё вместе делать. Конечно. Не стало ничего красить. Тут не только над у чипалой надо делать. Да. Облезли все. Интересно, от чего? Так, ну что-то ничего нам не надо больше трогать. Угу. А то я вкрашу она это. А низ вот потом высохнет, и я низ пройду. Или второй раз. Наверное, второй раз надо ещё раз будет. Зачем? А вон полосы видно. Или там всё равно будет это, как её... Ну, сейчас замажь эти полосы. Ну, салфетка будет. Сейчас нет, она должна просохнуть. Сахрюшка. А? Свинья, говорю. Вот много же краски уходит. Это всё у Кости взяла целые. Немного лучше он угол себе. Что-то ему краску взяла. Всё и стратила. Он меркантильный. Я же крашу. Как мне не тратить? Он меркантильный. Это раз купила. Да? И зима, потому что у меня там белой краски мало. А я хочу именно вот, чтобы белого больше было, чем какого-то другого. Потому что зимой всё-таки в комнате темно, с лампочкой. И когда тёмное что-то, это плохо. Как вам взять-то? Никак. А что? Ну вот, дно потом только подкрашу. Наверное, придётся всё-таки второй раз высохнуть. Надо пройтись. Да, как ты думаешь? Или оставить? Нормально? Мне кажется. А? Нормально. Нормально ты думаешь? А люди по несколько раз красят. Это ж не люди. Это человек. Так, вот. Хочу пойду сейчас кисточку помою. Так, всё покрасила. Здесь сейчас высохнет, потом посмотрю. Надо будет низ прокрасить. Вот тут вот такой у нас дайку пашу. Вот тут у меня. Вчера вот здесь вот всё равно, видишь, я прикрасил мяс. Здесь немножко. Я говорю, придётся, наверное, всё-таки второй раз. Ну, у тебя тут слои толстые остаются, и вот так вот, как этот, остаётся. Нет там ничего. Потому что замазала уже всё. Вот опять ты вот здесь прошла, и смотри, какой слой краски здесь. Всё, нету нигде. Нет. Вон там, вот. Там знаешь, что делают ещё? Вот, нет там. Вон, видишь, в углу тоже собралась краска. Вот я одну салфеточку вот наклеила. Хочу показать, как я это сделала. Вот у меня уже третья салфеточка, две я уже испортила. В общем, я вот сняла один слой. Сейчас вот снимаю второй слой. Теперь я, значит, вот так руками обрываю. У меня руки все в клею. Прилипает. Вот, в общем, вот так вот я обрываю. Я что сделала? Я сначала салфеточку, как всю намазала клеем. И, значит, стала клеить и сверху клеем мазать. В салфеточке оказалось совсем не видно рисунка. И мне, значит, не понравилось. Я это всё отодрала и решила сделать по-другому. Потому что клей, он как-то забирает цвет, весь слой клея. И мне это не понравилось. И я решила сделать вот так, как я сейчас это делаю. Так, вот теперь я, значит, вот я оборвала салфеточку. Теперь я, значит, намажу у меня клей старый. Правда, я у него вода... Ой, это я не посмотрела. Оказывается, он вот у меня вот так вот загустел весь. Ну, в общем, я водичкой разбавила. И вот сейчас я вот это всё промажу клеем хорошенько. Вот. И, значит, буду наклеивать салфеточку. Потому что другого способа, как делать, мне не нашла. И, в общем, как я делала до этого, мне не понравилось. В общем, я делаю вот так вот сейчас. Вот я вожу. И аккуратненько вот так руками. И её приклеиваю, чтобы поменьше оставалось воздуха. И я её не буду сверху промазывать клеем. Я её просто покрою лаком. Она у меня вот сейчас, когда просохнет, я, значит... Оно мне, когда просохнет, я сделаю краску вот такого молочного цвета, подберу. И вот здесь прокрашу дно молочным цветом, чтобы вот эта салфеточка, она вот молочного цвета, чтобы она так не выделялась на белом фоне. Вот, ну, в общем, вот так вот я разглаживаю, чтобы поменьше осталось здесь воздуха. Вот. Сверху я решила клеем не промазывать. Потому что всё равно покрою лаком акриловым. И поэтому будет нормально. Вот. Ну, вот как-то так вот. Сверху я решила не покрывать клеем, не намазывать. Потому что цвета совсем не видно. Клей, когда сверху намазывается, и какой-то получается матовый, и совсем не видно. Я вот, надо было снять это. Ну, в общем, я это всё содрала, убрала. Вот у меня вот тут лежит всё. В общем, вот такая вот получается у нас, не, подносик такая. Вот такой у нас получается подносик. Вот здесь сейчас высыхает. Вот здесь вот это я сейчас вот её положила. А здесь высыхает. Вот. В общем, когда она подсохнет, я её подкрашу. Ну, так вроде бы ничего симпатичненько. Правда? Я вот здесь подкрашу цветом. Потом, не знаю, вы здесь вот делаете, накладываете, нет рисунки. Или хватит, а то очень будет много ляписта. Мне кажется, хватит вот этого, да? Потом я вот здесь красочкой подкрашу молочного цвета. Чтобы было красиво. Чтобы она вот так, она на белом очень выделяется. Так вроде бы ничего, да? Всё. Я хотела делать декупаж. У меня, в общем, салфетки, что я купила две салфеточки. В общем, я их испортила. И теперь вот я всё отодрала. У меня вот есть декупажные карты. И что-то, я не знаю, мне не понравилось работать с салфетками. Вот, в общем, я попробую декупать. Они у меня, правда, маленькие. Вот. Ну, я не знаю, вот. Или вот эту вот так наклею. Но мне придётся тогда вот этот подносить, весь переклеивать, перекрашивать. Я вот сделала вот так вот состаривание сделал, покрасила. Ну, в общем, что-то моим детям не нравится. Мне их тоже не очень-то. Вот, в общем, придётся, я не знаю, наверное, вот это вот наклею. И придётся, наверное, перекрасить другой цвет. Вот, в общем, не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok